Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, снова мы с вами на финансовых площадках, чтобы оценить тот фундаментальный фонд, который сложился на них за последний день. Вы знаете то, что с начала этой недели мы переключились на тему, связанную с Брекзитом. Дополнительные, скажем, новости об этом поступили еще в конце прошлой недели. То есть это внезапное событие, но нельзя сказать, что мы к нему не были готовы, поскольку еще в конце 2016 года говорили о том, что первый квартал станет невероятно интересным, поскольку мы дождемся конкретики по поводу процедуры Брекзит. И вот думаю, что уже сегодня эта конкретика будет дана, скажем, в наилучшем свете, потому что сегодня в 14.45, специально сделал акцент на время, в 14.45 по московскому времени нас ожидает выступление Терезы Мэй, которая обещает пролить свет на детали предстоящего выхода из состава Европейского Союза. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что это событие имеет колоссальное влияние не только на английский рынок, не только на фонд, но и вообще на весь спектр финансовых инструментов. Их полагают то, что мы сейчас можем, конечно же, пробежаться по отдельным активам, обратить внимание на новостной фонд, который присутствует, но все равно венчать этот фундамент будет как раз предстоящее выступление Терезы. Мы давайте с уважением отнесемся к этому событию, последим за ним и, разумеется, сегодня увидим, как оно будет отыграно на рынке, а итоги подведем уже завтра на нашем очередном рифинге к 9.30 по московскому времени. Начнем все-таки сперва с рынка нефти, поскольку здесь также есть, прошу прощения, о чем поговорить. Почему? Потому что в целом давление на позиции углеводородов сохраняется. Клод вчерашнего дня 55-68, в целом сейчас котировки находятся на сопоставимых уровнях. И если вы посмотрите, позиционная картина ничуть не меняется. Говоря про новостной фонд, про фундаментальные события, здесь стоит отметить по-прежнему, ну если нет, не раскрыт, значит, рынок, опять же, обсуждает негативные настроения. И перспективы больше радужные для медведей, связанные с тем, что индивидуальные квоты, которые определенные для регионов ОПЕК и регионов, которые не входят в эту организацию, но также поддержали соглашение, эти квоты не будут соблюдаться так тщательно, скрупулезно и безукоризненно, как, в принципе, могли бы быть. Вы помните, что мы делали акцент на то, что ОПЕК может первым друхнуть в этой ситуации, поскольку увидит, как растут уровни добычи в других регионах. И я думаю, что ОПЕК отдельные регионы, прежде всего Саудовская Аравия, Польша сейчас даже проигрывает. Особенно после их высокопарных сигналов о том, что они готовы сокращать производство даже ниже той квоты, которая была определена ранее. То есть это 468 тысяч баррелей в сутки минусом. И в конце прошлой недели они сделали акцент на то, что снижение может быть в более, скажем, значительном ключе. И производство снижено даже ниже планки в 10 миллионов баррелей в сутки. Ну вот, судя по вчерашним комментариям, которые мы получили от министра энергетики Саудовской Аравии Аль-Фалиха, стоит сделать уже ремарку в сторону того, что сама Саудовская Аравия считает, что нет необходимости продлевать действия вот этого энергетического пакта за пределы, за горизонт, вот за тех сроков, которые определены. Я напомню то, что соглашение, которое было достигнуто в декабре по ограничению производства на 1,2 в рамках ОПЕК, и 1,8 уже в рамках всей глобальной мировой экономики, это соглашение будет действовать 6 месяцев. И вот, судя по вчерашним комментариям, Саудовская Аравия считает, что нет необходимости принимать решение о том, чтобы увеличивать срок этого энергетического пакта. Аргументировала, в принципе, Саудовская Аравия эту позицию, ну, не совсем убедительна лично для меня. У меня якобы наступит уже летний сезон, лето это повышенный спрос на энергосырье, хотя я думаю, что в другие периоды сезонный спрос более значительный. Но вот, судя по позиции, скажем, ближневосточного картеля, нужно иметь четкое представление о том и четкое понимание, что рынок обеспечен необходимым объемом предложений. Ну, то есть Саудовская Аравия так вот не двусмысленно намекает то, что они вернутся все-таки к прежним уровням добычи, потому что рынку нужна эта нефть. И Саудовская Аравия имеет достаточно ресурсов, мощностей, чтобы в первой социуме вернуться на этот рынок и обозначить те старые и актуальные цифры по объемам добычи. С чем связана такая риторика? Я думаю, что совершенно очевидно с тем, что из-за текущего сокращения потери для Саудовской Аравии оказались более значительными. Потому что сделка, пусть и локальной, стала причиной роста нефти, но нет представления о том, что вот это локальное восходящее движение будет продолжено и дальше, чтобы завести котировки черного золота выше 60 долларов за банок. Соответственно, если мы говорим о том, что ключевые игроки начинают уже, простите за такое выражение, включать заднюю, я думаю, что это повлияет на будущие цены не самым лучшим способом. Параллельно с этим мы будем с вами обсуждать ситуацию по производству в США, планы и прогнозы увеличить добычу на 275 тысяч баррелей в сутки до практически 9,3-9,4 миллионов баррелей в день. И мы будем следить еще за рядовой статистикой, за запасами. На прошлой неделе статистика поддержала нашу идею, связанную с снижением, поскольку запасы выросли. Но, может быть, это мы увидим и в рамках этой недели. В понедельник сессия была низколиквидной. Это было связано с тем, что США, в принципе, отдыхали из-за празднования дня Мартина Лютера Кинга. И поскольку праздничный день выпал на бутни, все отчеты, исходя из этого, едут на сутки вперед провести. А ПИИ, Американский институт нефти, у нас вот чуть позже будет на этой неделе. В общем, снова обозначаю возможности для ослабления. Надеюсь, что коррекция, которая была начата на прошлой неделе, это не временное явление. Это то, что может стать основой для исходящего движения. Российская валюта против доллара 59,73. Если мы настраиваемся на снижение нефти, понимаем то, что рубль может легко оказаться выше 60 и должен оказаться. Я вам обещал то, что мы предложим статью с рядом аргументов по поводу того, почему рубль будет девальвироваться. Она уже на сайте. Если кто-то вас упустил, кого-то интересует эта тема, вы можете ознакомиться с материалом, почитать, и я буду рад обратной связи. Может быть, у вас есть собственные наблюдения, представления, либо даже аргументы, к примеру, для того, чтобы рубль кричал и дальше. Эта тема, конечно же, интересна всем. И я не исключение. Дальше идем. Доллар против японской иены. В целом, на этой неделе мы с вами ориентируемся на мощный фундамент, связанный с тем, что сначала статистика будет по индексу потребительских цен, по инфляции. Мы ждем, конечно же, сильных цифр, потому что понимаем, что последние данные по рыночным продажам, последние отчеты по росту зарплатных плат, это то, что априори поддерживает хорошие цифры по инфляции. И мы уже не сомневаемся, что инфляция будет стремиться к целевому значению в 2% и достигнет даже уже в этом году. Плюс ко всему, 20 января, это пятница, инаугурация Трампа, официальное вступление в должность президента. После этого, возможно, реакция рынка, скажем, с отложенным позитивом. То есть, доллар может через рост доходности и трежерис также отреагировать на это событие и попытаться восстановить прежние позиции. Но здесь есть один геополитический риск. Серьезный риск, стоит отметить. Доллар вроде бы как защитный инструмент, и каждый раз, когда на рынке возникает неопределенность, логично делать ставку на то, что доллар будет с этим выигрываться. Но если мы будем рассматривать связку доллар-японская иена, то здесь защитные качества японского валютного конкурента, они более выражены. Поэтому, если дело дойдет до самого мрачного и радикального сценария, связанного с Брэкзитом, то есть, об этом я сейчас спустя минуту расскажу, тогда доллар-японская иена может оказаться даже ниже отметки 112 иен против доллара. Если ситуация минует, собственно, более-менее в нейтральных окрасках, это процедура Брэкзита будет представлена, то мы с вами переключимся на фундамент американского уже происхождения и будем ждать те триггеры и сигналы, которые непременно поступят на рынок в ближайшее время и смогут все-таки реанимировать интерес к доллару. В любом случае, потенциал роста куда более выражен для американской валюты. И я надеюсь, что мы с вами в ближайшее время сможем сами себе поднять настроение тем, что правильно выбрали вектор движения и правильно настраиваемся на то, что этот актив будет чувствовать себя у доллара лучше, чем многие другие. Европейская валюта против доллара. Здесь ключевым фактором, опять же, влияния будет ситуация с Брэкзитом. То есть, если мы увидим серьезное давление на фунт, то, понятное дело, европейская валюта, которая также завязана на этой ситуации, будет в числе основных пострадавших. И вот против как раз европейской валюты и фунт от доллара, конечно же, вырастет. Но рост доллара против иены может быть ограничен. Актуальный новостной фонд из еврозоны, он также на этой неделе довольно серьезный, поскольку мы в четверг с вами ждем заседания Европейского центрального банка и ждем пресс-конференцию Драги. Я об этом вчера рассказывал по поводу ожиданий, не буду повторяться. В общем, давайте следить за развитием событий и постепенно ждать наступления четверга. А вот на фунте сейчас остановимся чуть подробнее, потому что, в принципе, уже с начала этой недели это самый интересный инструмент. Мы вчера видели потери по фунту практически на две фигуры, видели тестирование поддержки 1.20. С чем это было связано? Столь агрессивные распродажи стали следствием рыночных опасений того, что дело дойдет до того самого сценария по поводу жесткого сценария Брекзита, о котором мы неоднократно с вами уже говорили. И если дело дойдет до жесткого выхода ангрии со 100 ВС, то тут же автоматом начинают реанимироваться все вот эти разговоры о крайне негативных последствиях для всей Англии. Почему эти слухи стали активно фишироваться сейчас на рынке? И что же стало источником? Во-первых, это публикация в газете Sunday Times, это английское издательство. Источники – это конфиденциальные данные. В принципе, газета не сослалась, откуда у них достоверная информация о том, что вот на этой неделе, кстати, эта информация появилась на рынке в выходных, на этой неделе уже во вторник премьер-министр Англии Тереза Мэй объявит о выходе из состава ЕС и сообщит о том, что Англия покидает, собственно, Европейский Союз, валютный блок, с целью сохранения контроля над внешними границами. И как только у рынка появилась возможность отыграть это событие, разумеется, мы увидели худшее давление на фунта. Почему? Потому что, судя по всему, действительно Тереза Мэй сделает так, как она говорила. Ее не интересует сейчас сохранение доступа к единому европейскому рынку. А если так, значит, Англия может лишиться прежних торгово-партнерских связей, это важно. Англия может поставить тест на показатели экспорта и, соответственно, на инвестициях на этот рынок со стороны институциональных инвесторов. Это тоже очень большой риск. Подробности мы услышим уже сегодня, потому что даже в экономических календарях есть четкое время, конкретное время, 14.45 по Москве, выступление Терезы Мэй. Поэтому крайне внимательно к этому событию. Ждем все-таки то, что фунт не просто так переключил на себя внимание, то есть сразу же монетаризовал эффект доллара. Все забыли о том, что американец буквально до понедельника был основным драйвером для всего рынка форекс. Сейчас это уже фунт. Если британцу удалось переключить на себя внимание, давайте и мы тоже не будем его игнорировать. И я думаю, что даже несмотря на то восстановление, которое мы видим сейчас, пара уже с азиатской сессии выросла больше, чем на фигуру. Я считаю, что сегодня мы получим неплохой импульс, который может отправить фунт ниже отметки 1.20. Но уже по факту поговорим, соответственно, когда у нас будет возможность подвести итоги. То есть завтра в 9.30 по Москве. Хотя сегодня также все заголовки, которые посвящены ситуации на валютном рынке, будут пистрить заголовками по поводу того, что же сказала Тереза Мэй и какое решение она приняла. Из других валютных пар, австралиец, новозелангец, евро, как уже отметил, из ожидания слабости фунта, также могут просесть. Поэтому идея, связанная с ослаблением рисковых активов, она сохраняет в своем актуальности. Хотел еще рассказать вам про конференцию Карни, но я думаю, что уже потратил 15 минут вашего времени. Полагаю, что если сегодня обойдется без каких-либо крайне интересных, собственно, заявлений Тереза Мэй, ну все, может быть, я уделю несколько минут завтра, собственно, конференции Карни. Но в целом, я думаю, что вы все понимаете, она была, скажем, пистрила, в общем, негативными комментариями, которые были сделаны со стороны председателя национального регулятора. Из важных событий сегодняшнего дня в 12.30 мы ждем с вами данные по инфляции Англии, в 14.45 выступление Терезы Мэй и в 13.00 статистика по ЗИУ бизнес-оптимизм. Ну, в любом случае, все эти отчеты будут меркнуть перед тем, что скажет Тереза Мэй. Поэтому на этом событии максимум фокуса внимания и максимум бдительности. Волатильность будет большая, поэтому мой вам классический совет – контролируйте классические правила риск-меньшинга. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, можете задавать их на нашем акциональном канале на YouTube либо на форуме Amarket. Я с радостью на них отвечу. Удачной вам торговой сессии. Итоги будем поговорить уже завтра. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok